Всем привет, это подкаст YouUpDesign, сегодня понедельник, 22 декабря, и громкие темы у нас такие. Закрывают Pirate Bay. Уже закрыли. Breakets вышел в версии 1.1 и обновили экстракт. И на Typekit тоже появляются новые шрифты. Погнали. На Медне закрыли такие Pirate Bay. 9 декабря. Да, причем, как сказать Pirate Bay? Ну, все мы знаем, ресурс, который был на .se на шведском домене, захостен. И вот именно шведская полиция нагрянула и, видимо, забрала все сервера, все банки унесли. Вот, поэтому именно вот Pirate Bay, который был в Швеции, его закрыли. Сейчас он доступен по кастариканскому домену. Но это уже не тот Pirate Bay, который мы знаем. Это уже просто там что-то закешировалось. То есть мы можем так же скачать, потому что, ну, это везде у всех есть эти файлы, их можно скачать. Но как, именно как единица боевая, вот, в Pirate Bay, он не будет уже существовать. А? Почему? Причем надежды-то питают еще люди. Надежды что-то питают, да, подпитывают. Я не знаю, они, может быть, пока следствие идет, может быть, они там оправдаются, что там что-нибудь это, но вот как бы то ни было. Ну да, я думаю, объяснять не стоит вообще, что это такое и так понятно. Но вот создатели ISO Hunt, я так понимаю, они и создатели старого Pirate Bay и поддерживали тоже там кто-то из них. Ну нет, они создатели ISO Hunt. ISO Hunt это был агрегатор, который из Pirate Bay, в том числе, брал Торренту. То есть, ну, я так понимаю, они знакомы. Ну, я не знаю, насколько лично, но да. То есть, Pirate Bay-то это шведы. То есть, они как бы и живут там, фактически. А ISO Hunt это американские люди. Так они просто сколько всего переезжали-то. И сначала были... Ну, они же с доменов переезжали, это же они не сами переезжали. Но сейчас, то есть, они в конце действительно в Швеции. Они всегда там и были. Ну, да. Потому что было там... Домен шведский, ну, не знаю. Было и Голландия, и... И мы их легализовали в какой-то момент. А потом... Ну, это надо следить. То есть, здесь в комментариях напишите, кто может самую полную в мире какую-нибудь инфографику по истории Pirate Bay приложить. И потому что там запутанная какая-то эта вся история. То уходили люди, то приходили, то начинали там... Ну, были смены курсов в 2012 году. Вот здесь на лайфхакере написано, что это временная версия Pirate Bay, но это, естественно, неправильно. То есть, это просто закешированный дамп базы данных. Сама она не обновляется из-за того, что сервера унесли. То есть, что было доступно по адресу вот... Здесь они рассматривают еще трекеры, которые тут, как бы, ну, хорошие. Ну, KGS, да, правда, крутое, остальные понятия не имеют. Ну, вот, кстати, надо сказать про Torrent Day. Ну, да, да, Torrent Day классно. Ну, Torrent Day, чем не классно, тем, что там надо регаться, иметь репутацию практически. Там все еще есть это, да? Да, там это есть еще как. И там даже, по-моему, в какой-то момент закрытая была регистрация. Я не знаю, насколько сейчас. Да, надо было выдавать, я помню практически. Да, но у меня всегда, когда я туда захожу, у меня горит, что у меня есть два инвайта. Давай посмотрим, как это сейчас выглядит. Вот, видишь, инвайт с два и сердечко. Если я сейчас разлогинюсь, будет ли у меня регистрация? Ну, нет, есть сайн... А, видишь, инвайт only. Ну, вот, да. Ну, вот, это тоже минус. И там все есть, так же, как на KC, я так понимаю. Там вообще... На KC открыто. Там хоть как. Он реально наследник Pirate Bay, идеи имеют. Ну, если говорить вообще про... ISOHunt, надо поговорить. Да, да. Про закэшированные версии, то теперь доступен oldpiratebay.org. Это ребята из ISOHunt. Они качнули как раз весь тот дамп базы данных. Ну, и если Коста-Риканский домен вдруг отвалится, его же тоже там кто-то поддерживает. Они сейчас под следствием. Там это и не до этого будет. То вот, oldpiratebay всегда будет доступен в наших сердцах. То есть, вот. Ну, тут в новостях это тоже написано. Мы ссылочки оставим, посмотрите. Ну, я думаю, вот, вследствие вот этих дел, потому что 19 декабря, да, вот, ребята из ISOHunt изобрели вот эту штуку, которую ты сейчас откроешь. Следующую. Нет, нет. Вот это их сайт. Он давно... Это их сайт, я тебе OpenBay имею в виду. А, извини. Вот он. Да, то есть, они, видимо, вследствие того, что их уже везде прикрывают, закрывают, они вот решили, ну и просто, что вот этот бренд Bay, именно что, Piratebay там и все такое, можно теперь с помощью, я даже не знаю, что там внутри, если честно. Ну, давай зайдем на репозиторию. В общем, OpenBay это такой проект, который они практически open-source или что ли. Короче говоря, ты можешь поднять свою Piratebay. Ну, я так понимаю, это именно список, то есть список ты можешь поднять, базу именно. Ты можешь поднять базу, и там скрипты работают, которые тебе ее обновляют, пока их не... Не бахнули. Да, то есть, вот здесь видишь, обрати внимание, первый пункт, Piratebay скрипт. Run your own Piratebay, download the script and follow instructions, includes database updates by default. То есть, база данных у тебя будет обновляться. Можно у себя в локалке поднять Piratebay, если у вас к корневым каким-то там серверам, с которых они подкачивают, не закрыт доступ, то у вас всегда будет что-то подобное. Ну, я так понимаю, они через свой исохант весь трафик пускают, потому что, ну, даже... Так, я это прикрою. Даже вот здесь, на Piratebay, Old Piratebay, они говорят, что, типа, а все пацаны, которые были релизерами на Piratebay, добро пожаловать к нам на исохант.то. Я вот думаю, в чем плюс, в принципе, и так все хранят эти торренты у себя, то есть, именно сами, как бы, файлы с .torrent, они, в принципе, в чем плюс хранить все дерево вот это вот? Ну, как, ты без дерева, ты не доступишься к ним. То есть, в любом случае, должен быть, это не, к сожалению, это все еще централизованная сеть. То есть, все говорят о том, что P2P-сети умирают из-за того, что централизация. То есть, вот, e-donkey, если ты помнишь, все, он был... сервер был нужен только для того, чтобы... Ну, хотя бы примерно для того же, но там реально можно было, если ты знал адрес, качнуть. У кого-то. Да, а в торрентах нельзя никак. То есть, здесь вот этот трекер, и... Вот у нас, например, для наших всяких популярных рут-трекеров, в нашем локальном челябинском провайдере есть рет-трекер, который делает нам дерево еще внутри иски у кого-то есть, и мы друг у друга из локалки это тянем, если... Чтобы вообще быстро все было засекать. Да, да, если кто-то, то тоже киношку скачаем. Поэтому, ну, тут, кстати, если вспомнить, что могут дизайнеры, вот тут Max Width 100% хотя бы не прописали, хотя они вот new isohan design. С 16 декабря им никто почему-то не сказал о том, что тут немного рушится. Ну, кстати, вот, если зайти чуть меньше экрана, я сейчас приблизил, то есть на iPad'ике где-то еще, оно вот уже вот так стакается и более-менее работает. Ну, я думаю, их это вот мало волнует, да, потому что здесь вот я жму, и у меня, оп, а что у меня тут? Smart Profits, Free Video E-bills, бла-бла-бла. Короче говоря, реклама у них тоже есть, как это не прискорбно, поэтому, ну, разберутся как-нибудь. Корумы у них какие-то есть, так что, пока нас не закрыли за это все обсуждение, к следующей, следующей. Вышу Брейкетс 1.1. Ура. Да, то есть тут, причем написано, что Брейкетс 1.0 был даунлоид, был загружен 400 тысяч раз за последние 5 недель. Ну, когда-то давно, знаешь, год назад, когда мы только открыли паблик на ВК Брейкетс, Санька делал инфографику, типа, сколько каких скачано было. Ну, там, знаешь, порядка 10 тысяч, 15 тысяч, вот такие цифры были на старые релизы. О-о-о-о. Ну, ты просто вспомни, Брейкетс 1.0, когда вышел, он вообще везде бомбанул. Во всех рассылках они купили место. Все узнали, кому не лень. Да, да, поэтому тут такой всплеск, он понятен. Об изменениях в версии 1.1, ну, тут про стабильность, это бог с ним. Обновили хромиум, это все понятно, все более-менее хорошо работает. Теперь можно собственные настройки в файл Brackets.json кидать прямо в корень проекта, и можно регулировать, какие линтеры, какие проверочники вы будете для каких типов файлов использовать. Ну, короче говоря, если у вас какая-то полиси внутренняя в команде, как JS проверять, JS Hinton или JS Linton, то вы Brackets.json тоже раздаете, там, через GitHub или через свой проект раздаете, и у вас у всех одинаково в Brackets будет это проверять, не будет путаницы. Cross-браузер Live Preview, теперь можно не только в хроме смотреть Live Preview, ура, то есть можно еще и в Safari теперь, очевидно, это делать. То есть мне никто бы шли в личку, не будет писать, а почему мне не работает там Live Preview? Я надеюсь, что мне тоже, потому что, вот, но, что самое главное, можно теперь инструменты разработчиков во время Live Preview открывать. Я вот не знаю, ты помнишь или нет, но я, когда еще пользовался Brackets, пользовался Live Preview, для меня это боль была. Если открыть инструменты разработчика, то Live Preview прерывался, и нужно было перезагружать страницу, заново жать на значок молнии. Короче говоря, вообще нельзя было инструменты разработчика открывать. Теперь можно. Ну, это все экспериментальные фичи, то есть здесь вот надо какой-то ключ добавить в Brackets JSON, опять же. Ну, добавить, если хотите, это прикольно. Экстракт тоже обновился, теперь можно напрямую, если он дизайнер с Creative Cloud, ссылку кинул, можно ее прямо вставлять в плагин и открывать там по SD или что у вас там будет по адресу. И, кроме этого, еще теперь при запуске поначалу будет гид небольшой о том, типа, вот это экстракт, вот так им пользуется. Ну, я вот здесь буду пытаться открыть скриншот, который замыленный и беспонтовый. Ну, вот такими всплывающими подсказочками будет говорить, что вот это слой, выберите слой. Когда выбрали слой, можно нажать кнопочку там, экспортировать стили и так далее, посмотреть сколько там. Ну, я вот не сильный эксперт в Brackets, экстракт все еще как-то не пробовал, но да. Ну, это, наверное, типа они продолжают развивать? Ну, ты про Creative Cloud, да, то есть Adobe к этому и шли. Они как хотели... Всех зацепить этим? Да, так они продолжают это свой такой, знаешь, мекку для фронтендеров они делают, которые вот из PSD верстают кривые HTML-шаблоны. Нам, настоящим программистам, это все далеко, да? Просто, видишь, это еще возможно, знаешь, как ты... у тебя не было вообще ни одного продукта Adobe. Тут ты получил бесплатно его, и тебе это толкнуло зарегаться в Creative Cloud. Тебе это, может быть, толкнет купить Photoshop. Ну, да, купить этот пак для фотографов сначала, когда это 300, что ли, рублей или 400 в месяц стоит. И уже как-то начать. Ну, да-да-да, они конвертируют, конечно, в своих покупателей людей, но это правильно. Ну, конечно, они сделали прогу такую. Конечно, они имеют право. Да, Live Preview режим, он, конечно, он классный, потому что он еще и подсвечивает блоки. То есть много кто говорил, что, да ладно, там, что там, я Live Reload пользуюсь через Grant, мне все норм. Ну, вот там не подсвечивает блоки, то есть, ну, если вы прям настолько хотите как-то это, на огромном мониторе, там, какого-нибудь ретина iMac 4K, то у вас там слева в уголочке подсвечивается, чуть-чуть правее вы код пишете, еще чуть правее вас я плакал открыт какой-нибудь, и снизу еще скайпитесь. Не, ну, это, мне кажется, это гигантская тонна информации, особенно если я плакал открытым. Ну, а мне кажется, люди, которые Буббрекетсом пользуются, им гигантские, они это все фильтруют на раз, у них уже природные фильтры, как у кита ус. Вот девелоперский, дизайнерский ус у них работает, он тоже отсеивает все нужное и не нужное. Он такой, знаешь, завитой такой ус. Он такой, как у, я не знаю, у шерифов, нет, у шерифов, у гусаров, у польских всяких. Польские. Польские. Ладно, надо к следующей теме переходить. Давай, мы очень, казалось бы, серьезные темы, но очень несерьезные. Вот судья округа Нью-Джерси в Штатах разрешил полицейским создавать фейковые аккаунты в Инстаграм, если это необходимо для расследования. То есть, то есть, сейчас произошел инцидент, во-первых, из-за которого он разрешил, значит, некий Дэниел Гадсон, или Гадсон, я не знаю. Гадсон. Да. Он прям вот воровал, воровал какие-то украшения, деньги прям воровал, и у себя в закрытой, в закрытой, в закрытой Инстаграме постил фоточки, значит, с, видимо, как он там в цепях, там, с баблом, короче, сидит. И писал, вот я новую украл. Вот, видимо, писал, что я украл, и там-то-то, наверное, отмечался, где украл, я не знаю. Скорее всего. Ну, ну, вы представляете, в закрытом, так ты зачем их закрываешь, и зачем ты добавляешь других людей каких-то, которых ты не знаешь? Ну, хотя они бы... Так ты просто укуренный дурак. Укуренный дурак. Что такое на 3 миллиона украсть этих? Ну, это не так много, наверное. То есть, если ты просто пару раз ночью прокрался в какую-нибудь ювелирку сельскую, которая не защищена уже ничем, два стола вынес, вот тебе уже 3 миллиона. Ну, да. И ты это сфоткал вместе на своей кобыле, там, или на своем пикапе, это в багажнике. Смотрите, я украл хрень. Тебе полайкали твои дураки, друзья? Да-да-да. А копы-то, наверное, скорее всего в какую-нибудь бабу, как обычно, выиграть айфон. Сделали аккаунт. Сделали аккаунт. Да, сделали аккаунт. Добавились к нему. Он, конечно, с радостью повипендриваться добавил ее. Ну, вот да. И все, и все. А он, причем, подал в суд, естественно, на окружного судью, что он это самое, вот. Да, что, типа, ну как так? Это же разве это, ну, предъявом? Можно ли? А оказывается, вот теперь можно. Сделали так, что, ну, в Нью-Джерси, я не знаю, как в других. В Нью-Джерси, видимо, мы, брюлики, не сможем свои фотки. Ну, нет, я просто объясню, почему вообще так. Вдруг нас кто-то читает, читает, нас читает, слушает и смотрит, кто не знаком с правом в Америке. Я уж не знаю, насколько у нас я... Он с нашим правом я не знакомил. Так вот. И без ордера там невозможно собирать какие-то вещи. Например, вот ты точно знаешь, что в доме у этого человека труп. Но если у тебя нет прямых улик, которые на это указывают, то есть его письма, я у себя дома зарыл труп, то ты не можешь к нему в дом нагрянуть и обыскать его. Это незаконно. И, соответственно, ты его не сможешь за этот труп привлечь, хоть ты 150 раз знаешь. Тебе нужны какие-то подставные люди, которые случайно к нему зашли, увидели труп, доложили тебе и не побоялись посвидетельствовать. То есть анонимные вещи тоже не работают. Но ордер на обыск, я думаю, у нас тоже такая тема. Но чтобы его получить, вот нужны прямые улики. То есть если тебе кто-то соседкой не скажет, что у него дома труп, то тебе не дадут ордер на обыск. Хотя, может быть, даже и соседкой не считается. Ну, то есть там реально какие-то вещи. Чтобы попасть на твою собственность, надо заколебаться еще. Да, да, да. Вот чувак, когда подавал в суд на судью, но не на судью, на коп. Он знал. Он думал, что здесь вот сработает вот эта штука, что типа там это его личная собственность. Ну вот нет. Посчитали, что социальные сети все-таки, наверное, не стоит такое выкладывать, постить. Так, да понятно. Да просто придурь. Ну помнишь, у нас с тобой есть знакомая одна, которая... Хотя нет, у нас много с тобой знакомых, которые закрыли твиттеры, потому что они работают учителями в школе. Ну да. И они пишут гадости про детей и про других учителей, чтобы никто этого не узнал, и они закрыли свой твиттер. Я думал, потому что они фоткают бриллианты. Ну, видимо, это тоже. Но у нас открытые с ними твиттеры, поэтому бриллиантов я не видел пока. Может, они как-то меня ограничили. Ну вот, в общем, да. В общем, смешно. Теперь постерегайтесь в Инстаграм свой закрытый что-нибудь класть. Кстати, на наш открытый тоже подписывайтесь. Так, на Typekit'е новые шрифты появились. Bookmania, Servus Slab и Madres Script. Ну и если про Servus Slab... Ну да, сразу скажу, кириллицы ни в одном из них не поддерживаются. Но если вдруг вы просто любите красивые шрифты, работаете на... На дяденьку. Да, на нерусского дяденьку, то обратите внимание, ну, Servus Slab он такой, прикольный. Madres Script для каких-то... Или хитрых логотипов для бьюти-блогов каких-то британских, не знаю. Ну, для булочных. Можно что-то придумать. Да, кстати. Какие-то заголовочки. Ну да, да, я прям вот... Я даже... Да. А вот Bookmania, это классный шрифт от студии Марка Симонсона. Я давно очень люблю его студию, с тех самых пор, как он сделал Proxima Nova шрифт. И даже не только Proxima Nova, есть еще шрифт Anonymous Pro, который моноширинный для кода, и он его бесплатно даже выпустил. Там даже есть Кириллица, это супер просто гениальный шрифт, который я использую во всех редакторах кода, и в консоли, и вообще везде. Он классный, посмотрите. На кодбук Мания. Кроме того, что это очень такой теплый, красивый сериф шрифт, давайте зайдем прямо к нему на сайт. Вот он. То есть прям вот как будто вы старую какую-то книжечку с желтыми страницами взяли, какой-нибудь Шекспира, Томик. И вот он прям таким шрифтом написан. Мы вот часто подержанные книги с Никитой Штатой покупали. Прям вот он. Ну здесь он пишет историю, что он какие-то чуть-чуть вдохновлялся шрифтом Bookman Old Style, который еще в 1905 году был, в 1901. Угу. И все. Вот. Ну, очень-очень классный сериф шрифт. Кроме этого, здесь есть еще вот такие буковки, как же они называются? Swash Characters. Угу. То есть можно... Я не представляю, как это в OpenType фичах будет. Ну, как-то... У меня почему-то Creative Cloud отвалился перед скринкастом, я не смог его к себе установить и в фотошопике попробовать. Но попробуйте, напишите в комментариях, что думаете. Ну, может быть, даже и мы напишем. В общем, Swash Characters как-то можно включать, вот такие буквницы делать. Small Caps, естественно, поддерживает. All Style Figures. Ну, в общем, это здорово. И лигатуры. То есть здесь даже прям... Не только классические типа FI, которые там друг с друга перетекают. Ты понимаешь, Никита, о чем я говорю? Да-да-да. Вот. То здесь еще и вот какие-то вот типа буквичные тоже. Ну, короче... Ну, а как использовать? Вот я хочу именно, чтобы вот перетекало. Ну, это... Это есть в фотошопике. Ага. Есть прям кнопочка, когда ты абзац или параграф выбираешь, или Character. Character по-рус, по-английски. Там OpenType Features, менюшечка, и там кнопки есть прям. Включить лигатуру здесь для этих букв там и так далее. Короче говоря... Короче говоря, шрифт 2011-го, но сейчас только в Typekit от Adobe это сделали. Ввели супер просто шрифт. Попробуйте обязательно какой-нибудь просто текст на английском им сделать. Прямо такой теплой атмосферой. Ну, я так понимаю, кто 50 баксов отдает раз в год. Ну, там вещь в чем дело. У Typekit, если посмотреть на его прайсинг, я не знаю, мы сейчас дойдем, тут или нет. Неважно. В общем, там несколько планов. 50 долларов – это наш план, да, с тобой, девелопер. Там все шрифты доступны, там какие-то 100 тысяч посещений в месяц. Ну, в общем, какие-то есть вещи, да. У них есть бесплатный план. Это я знаю, да. И там не все шрифты. Вот какие-то попсовые, типа PtSans, PtSeries, по-моему, входят во фри пак. Ну, вот не знаю насчет букмайни. Так PtSans и так бесплатно. Ну, то есть все бесплатные шрифты. Да, да, очевидно, что он и так его паратайп раздают бесплатно. Кстати, тоже у паратайп такие классные шрифты. На Typekit очень много их есть. Это русская студия? Да. Да, Москва. Она еще в 80-е образовалась. Ну, блин, работают. Ребята прям снимаем шляпы. Переходим к следующей теме. Тоже кто работает? Сегодняшний наш сайтик. Как это? Хотел какую-то присказку придумать, не придумал. Сайт на концовочку. Сайтик, сайтик. Да. В общем, Паула Боровска, которую мы знаем, любим, которая живет в Сан-Франциско и в Нью-Йорке, ездит по Азии в последнее время. Ну, она фрилансер, да, работает, сколько я там, 22 исполнилось в этом году. Она написала mobile design book свой, пишет много постов на дизайн моды, мы их периодически выкладываем в паблик, но не только на дизайн моды. У нее свой блог на beinglimited.com, там неплохо, там про дизайн и про юзабилити неплохие посты. Вот она сделала себе персональное портфолио, что мы сразу видим, что бросается в глаза, что вот ты бы сделал по-другому, Никита. Логотип. Ну, ты как минимум бы логотип сделал, наверное. Ну, или даже если бы не сделать, то белое на белое. Я говорю, блин, а. Вот, она прям круассан с творогом такой ест и кофеек на Monmart и перебивает. Ну, да. Ну, и вообще, конечно, контраст поганый. Не знаю, о чем она думает, но вот это все тоненькое, вот это, оно, конечно, типа красиво. Может быть, у них в рядах дизайнеров это круто все. Подожди, а когда мы скажем про то, что это, собственно, библиотека Джейкс Джаваскриптовая? А сейчас, когда начнем скроллить и скажем. Давай. Потому что мы здесь скроллим, оп, текстик, и вы думаете, ну, сейчас я, ну, это просто дизайнерский отступ, да, я сейчас прострою и дальше почитаю. Я делаю, что я делаю сегодня, потому что, когда я был молодым, я хотел быть как Дэри и Мэйк. Опа! И не знаем, что она Мэйк. Потому что... Вот этот вот... Как ты сказал, библиотечка? Вот библиотечка, она странички вот так сильно перелистывает, и что не попало в поле зрения, то уже не попало. Ну, давайте доскроллим просто, чтобы понять картину главной страницы. Вот. Ну, тут неплохо. Тут уже какое-то говно. Фриланс-блогеры. Ну, тут отступы у тебя эти соблюдаются везде. Дизайнерские. Да, да. Сейчас будем разбираться. Давай. Да. Тут тоже уже какие-то эти. И вот тут дальше тоже вот это вот... Достаточно... В общем, ghost buttons. Ghost buttons это, конечно, круто, но их надо на чём-то ровном использовать. Никогда у тебя здесь ридер с каким-то текстом снизу, и ты на нём хочешь ещё супер тонюсенький шрифт какой-то увидеть. Вот это тоже вот, ну... Ну да. Это смешно. Interested in working with me? Нет. Go ahead, get in touch. Не буду. Переход всё наверх. Если посмотреть другие страницы, то тут уже чё-то как-то более-менее... Хотя контраст всё равно хромает. То есть здесь вот даже у неё writing disclaimer. To be fair, these are not the only posts I have ever written. These are just the most awesome ones. В общем, он такой белый, опять же, на белом, что... То, что это disclaimer, никто и не узнает. Ну, вот... Да, здесь на самом деле на сером-то вот этот белый, это, конечно, жесть. Ну, не знаю. Вот, правда, не понимаю, о чём думают люди. Контакт этот нас на главную, да, уведёт? Вот. Потом я, когда мы готовились к этому, я тебе скинул, да, ссылку, ты говоришь, ну, не, у меня более-менее. Давайте посмотрим, как выглядит более-менее. У меня вот здесь Яндекс.Браузер Альфа. В предыдущем подкасте его обсуждали. Давайте посмотрим, как на хромиумах выглядит. На хромиумах чуть-чуть другие отступы. То есть тут, ну, как-то можно уже хотя бы весь текст прочитать. А его много на самом деле. Как оказалось. Да. Тут уже тоже чуть-чуть повыше. Здесь вот это всё, ну, хотя бы как-то поконтрастнее выглядит. Из-за того, что... Ну, это опять же, это от случая к случаю. Здесь, если я буду уменьшать, увеличивать, оно всё опять... Ну, хотя вот, да. Чем больше экран, тем лучше всё это видно. Хотя, в любом случае, белое на светлом плохо. И синее на синем тоже не очень. И вот это на фоне текста полное говно. Но, ух ты, тут карандашики даже появляются. А ты не видел? А, да, не было, кстати. Да, да. Тут телефон ещё такой прям, как это. Как надо. Теперь, что касается шрифтов. Так, опять отсюда уйдём. А то я... Ну, кстати. Я вот не знаю, какие инструменты разработчиков Яндекс брать там. Да, такие же, как в Хроме. Да. Ну, тогда ими и воспользуемся. Компьютит. Плейфер, дисплей и сейф. И вы такие думаете, ну, блин, какой-то стандартный такой довольно-таки шрифт. Если мы посмотрим на, так, sources, то здесь нету шрифтов. То есть, ну, вот они не подключены фактически. Я вот там не уверен всё равно. Давай вот, вот тут. Нет, здесь только font awesome подключен, чтобы вот эти иконочки, ну, были видны. А нет. И поэтому, если я здесь у себя... А, кстати, я понял, почему у меня такая проблема. Потому что transform'ы все у неё без префиксов написаны. То есть, если я добавлю сейчас веб-кит transform, то отступы все будут, как она задумывала. Так. Ну, надо компас использовать. Или хотя бы автопрефиксером свои CSS-ки прогонять после этого, чтобы... Ну, ты понял. То есть, сейчас даже и здесь всё будет по-человечески из-за того, что... Так. Это, я думаю, JS-ка просто такая, и всё. Ну, ты проверяй за JS-кой. Так. Ну, понятно. Это веб-кит transform. Вот всё сразу как-то и появляется, да? Ну, оно встаёт, как нах... Ну, оно встаёт, как она хотела. Но, несмотря на то, что она для маленьких экранов, очевидно, не продумывала. То есть, ну, сейчас мы посмотрим ещё, как... Как она хотела, посмотрим. Это вкусно, да. Так вот, шрифт этот не подключен, поэтому он не работает. Проверить элемент, объект. И если я сейчас здесь выключу вот этот вот PlayFair дисплей, оставлю только сериф, вообще ничего не изменится. То есть, это сериф дефолтный есть. Я уж не знаю, какой там на майке сериф дефолтный. Мы когда-то выкладывали какую-то тулзу, типа, какая на юз для шрифтов, какие на каких операционках шрифты. Ну, в общем, вот. Ну, соответственно, с вот этим sans шрифтом, у неё open sans. И мне повезло, что у меня он на компьютере установлен, опять же, из-за этой аппетита. Но кому-то наверняка... Где тут он написан? Так. Кому-то наверняка повезло меньше. Убойник он есть. Ну, короче говоря, это open sans, и у кого-то он тоже не показан. Так вот, чем она воспользовалась? Она воспользовалась вот этой штукой, one-page-scroll.js, да? Типа того. Ну, да. Ну, тут как-то лучше всё расположено. Вот почему. То есть, если я здесь симулирую айпадик, то уже текст уплыл, меню нет. И это реально так. То есть, я зашёл с телефона, и когда я зашёл с телефона, я ровно вот это и увидел. Паула Боровска, точечки, и ни текста, ничего нет. Вот это тоже... Вот это ещё ниже было у меня. То есть, я сейчас обновлю, как это было. Ну, в общем, она не запарилась за адаптивность, несмотря на то, что написала книгу про мобайл-дизайн-бук. Здесь пацаны задумались про адаптивность. То есть, они всё-таки хотят свою библиотеку как-то продать, не продать. И тут у них реально всё, ну, круто, я бы это не назвал. Я не люблю, когда меня скролли ограничивают, когда меня заставляют пошагово это делать. Но хотя, но оно плавно, и оно адаптивно, это здорово. А когда человек пишет книгу мобайл-дизайн-бук, то, наверное, надо себя как-то по-другому вести. Так точно. Ну, наверное, чё, практически всё, или чё-то мы ещё... А ты покажи надряблом, как это всё выглядит. Да-да-да, если зайти к ней надряблый, то можно посмотреть, как она это задумывала. То есть, вот здесь она выкладывала. И там, причём, будет со шрифтиком тебе. Ну, вот так. У неё-то на компьютере есть эти шрифты, она же не понимает, что их надо подключать. То есть, видимо, она дизайнер-то дизайнер, хотя вот, ну, контраст... Ну, какой она нахрен дизайнер? Ну, да. Вот, тут хотя бы какие-то тоже вертикальные отступики чуть получше. Ну, и вот этот шрифт, да. Но он не сильно отличается, я тебе скажу, от того серифа, который у нас есть. Видимо, там этот интерсент заменён, да. Вот это тут, вот у неё прям вот входит этот текст в кофейное пятно. Видимо, это прям... Ну, вот тут тоже уже заходит. Кампани я не дочитал, хотя я примерно понял, о чём. Ну, я бы поспорил с этими дизайнерскими решениями, причём реально сильно поспорил, но мы её всё равно любим, поэтому ищи Паула и дальше на BNLimited. Давай покажем. Давай. Там, кстати, тоже контраст хромает, если... Так, о, господи, она меня ещё на сам BNLimited, пускай только если вот на эту кнопочку нужно. Это у тебя получилось? Да. Я, в принципе, могу. То есть у неё здесь вот такая сетка, и посты это типа вот эти вот... Это не у неё, это у BNLimited. Ну, это как-то её блок. А, это полностью её... Да, это полностью её. Вот тут-то она сделала логотип, между прочим, красивым-то тебе. Во. И тут, ну, тут хорошо. Мне приятно его читать. Правда. Он классный. Здесь интересная тема. Мы пару раз паблик постили даже. Вот эти отступы, они, причём они всегда разные. То есть у неё тут... Я не знаю, в чём она это пишет. Она enteric. Ну, короче, тут она BR-ки иногда или enteric делает. Ну, девочки. Я вот настолько педантичен, что я не представляю, как бы я жил, если бы у меня так было на сайте. Но, видимо, её зато быстро работает. Вот тут... Нет, тут тоже такое. Ну, в некоторых нету вот этого enteric большого, и там отступы примерно одинаковые. Но где-то она... Не запариваются за эту тему. Ну, не знаю. В общем, вот так вот всё у нас получилось сегодня. Много, наверное. Да. Нас опять будут ругать, но мы так видим. Сегодня про Украину не было. Да. А жаль. Мы приберегли на итоги года. У нас следующие через неделю, 28-го или 29-го, ты говоришь, будут итоги года. Ждите этот подкаст. Может быть, он тоже будет длинный. Может быть, не длинный. Не знаю, как-то так тезисно скажем, что материальный дизайн... И так далее. И другие государства. Ладно. В общем, всем удачного дня. Подписывайтесь на нас в соцсетях. В Инстаграме, в Твиттере, в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Гугл Плюсе. Ничего не забыл. И слушайте подкаст в Айтюньсе. Пока.